привет друзья и коллеги по хобби это видео снято при поддержке магазина эко риф это отличнейший магазин по морской аквариумистике в нем вы сможете приобрести крутейшие кораллы топовое оборудование и всевозможную химию и корма для содержания вашего морского аквариума ссылочку на этот магазин я оставлю в описании сегодня у меня на обзоре помпа течения нейро 5 от aqua illumination в принципе эта помпа уже не новая и довольно известная это помпа широкого потока но при этом довольно мощная 11000 литров в час и так эта помпа тоже управляется через приложение причем даже по моему через два приложения это приложение май а и это именно приложение aqua illumination и приложение mobius я ее юзал через mobius это довольно удобно когда у тебя скажем в одном приложении и светильники родионы настраиваются и твое течение и так что же у нас тут еще интересного на коробочке написано ну помимо характеристик также я не сказал что она мощностью 30 ватт тут еще указаны режимы работы и и рандомный режим режим пульсации то бишь волны константный режим то есть постоянно она дует и режим по графику можно настраивать то есть график можно накидывать все эти режимы также по графику можно выйти выставить режим кормления ну что приступим к распаковочке данной помпы помпа у нас также была пломбированная как и светильники родион что у нас тут встречает нас сюда у нас тут встречает сама помпа достаем это вот все так это не нужно помпа у помпы довольно длинный провод то есть сама помпа с контроллером пока мы в сторону откладываем дальше что у нас тут интересного защита от улиточек на саму помпу то есть она надевается вот таким вот образом и через магнитик то есть вот и туда уже крупные улиточки не заползут так что у нас по комплектации тут у нас держатели для провода если вам видно то есть или прилепляются они прямо на стекло тут такой 3 мовский двухсторонний скотч и стяжечками провод прикрепляется и саморезики для крепления контроллера будь то к дереву либо даже дюбеля есть в комплекте прикольно так из бумажек у нас тут отдельная бумажка по установке вот это вот защиты ну прям я не знаю зачем это тут мне кажется и совершенно глупенькому человеку понятно как она устанавливается дальше у нас присутствует быстрый гайд по подключению и настройки помпы пока не нужно нет мы убираем уже тут у нас блок питания и вот тут тоже интересная комплектация сам блок питания и вилочки к нему то есть на все вообще всевозможные розеточки 4 вилочки и наша европейская то есть по комплектации прикольно итак что у нас по контроллеру контроллер у нас вот такой вот малюсенький у него тут держатель съемный то есть мы сначала куда-нибудь приклеиваем держатель либо прикручиваем да и на него потом контроллер фиксируем удобно то что держатель есть в комплекте и одна кнопка управления то есть можно выставлять мощность нового режима по моему менять этой кнопкой нельзя провод сразу хочу сказать длинный разматывать его нету смысла он по моему два с половиной метра или даже побольше магнит как я уже сказал уверенно держится на десятке но заявлено что он держится на 16 миллиметрах но на самом деле магнит довольно сильный то есть на 16 миллиметрах на скорее всего он будет держаться так огни это все нужно ну по сути лично для меня этот вид помп он как бы не новый потому что у меня есть такие же но джибау именно джибау сделали копию с этих помп разбирается тоже довольно легко просто поворачиваем и снимаем для очистки как бы вообще никаких проблем все снимается элементарно просто по качеству пластика да определенно лучше чем качество у джибау да ну соответственно она и в разы дороже чем джибау пластик хороший каких-то тут прям косяков по пластику я не вижу то есть пластик нормальный то есть снимается разбирается очиститься без каких-либо проблем и также собирается в принципе ничего сложного нету мы надели и чуть-чуть провернули все помпа у нас собрана ну честно по внешности она у меня как бы не особо впечатляет потому что у меня уже есть подобные помпы тут дело в другом тут именно по настройки то есть настройка через приложение никакого головника не вызывает как у нас это иногда происходит с джибау допустим иногда чтобы подключить новую помпу джибау надо там провернуть какие-то танцы с бублами чтобы у вас она подключилась тут же все элементарно просто помпу включаешь в розеточку запускаешь приложение и все коннектится буквально секунд за 15 и также все быстро настраивается то есть вообще не возникло никаких проблем с подключением этой помпы поскольку я уже юзаю подобные помпы джибау конечно будет послабее наверное но хочу сказать сразу вот таких вот поп на метровый аквариум скажем 60 сантиметров ширина метр длина и допустим 50 высота наверное понадобится штуки три таких помпы ну 2 будет маловато 2 это на пустой аквариум да тогда течение будет нормальное ну что друзья установила эту помпу на основной аквариум она тоже юзается через приложение mobius это весьма удобно когда у вас несколько девайсов до выбираем нашу помпу вот тут меню у нас показано уже с какой скоростью у нас дует помпа тут правда указаны галлоны в час выбираем ее и у нас такое же менюшка как у родиона нажимаем редактировать и у нас тут четыре режима получается режим constant то есть постоянно она дует режим рандомный симулирует какое-то течение в рифе до режим пульсации и режим кормления для того чтобы в суточный наш график выбрать какой-то из этих режимов добавить мы просто берем и перетягиваем на наш график то есть у нас допустим с 10 15 до 2 часов будет рандомный режим первая колоночка в этом режиме показывает минимальную скорость этого режима вторая максимальную скорость и третья колоночка скорость смены этих всяких режимов ну допустим среднюю и сохраняем допустим еще добавляем режим пульсации растягиваем первая колоночка у нас это максимальная скорость вторая колоночка это режим точнее время в которое помпа будет включена на максимальную скорость и третья колоночка это режим паузы то есть редактируем длительность паузы допустим 6 секунд она у нас будет дуть 3 секунды она у нас будет в паузе допустим сохраняем допустим если у вас есть какая-нибудь автокормушка и вы на ней тоже выставляете время во сколько она у вас будет кормить мы можем добавить режим кормления буквально минимально должна на так там у нас 16 до 1650 на 5 минут мы можем выставить режим кормления тоже допустим сохранили дальше мы опять какой-нибудь рандомный режим накидываем также по мощности он 75 процентов максимальную ну нет мы можем минимальную мощность снизить на 43 процента а рандомную на 66 и по скорости пускай он помедленнее допустим меняется и также сохраняем вот такого вида настройка у нас получилось то есть суточный график сохраняем его и вот это так дело выглядит и в принципе все можем вернуться назад у нас сейчас показано с какой скоростью дует помпа в принципе ничего сложного все довольно просто в настройке и большой плюс не надо устраивать танцы с бубном как это происходит с джибао порой и и Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, перейдем к достоинствам и недостаткам этой помпы Достоинства Управление через приложение Удобное приложение, как и с радионами Вы можете настраивать и течение, и свет в одном приложении Это очень удобно У нас жирненькая комплектация У нас есть держатель для контроллера У нас есть защита от рыбы и улиток У нас есть держатели для проводов Еще достоинство таких помп Это вот эти вот магниты Допустим, вот вы магниты установили на стекло Установили на магнит-помпу Когда вам надо ее достать для чистки Вы просто помпу снимаете Достаете из аквариума А магниты остаются на месте Не как у некоторых других помп Когда вот здесь магнит А вот этого промежуточного нет То есть вы отлепляете помпу И как правило, ваш этот второй магнит падает Тут такой штуки нету То есть вот это удобно Разбирается довольно легко и быстро для чистки И также собирается Недостатки этой помпы Во-первых, это цена Помпа не дешевая Второй недостаток помпы То, что ее немножечко слышно Ну, даже не немножечко, а слышно Когда вы устанавливаете помпу Тут есть возможность установить ее немного под наклоном Так вот, когда вы устанавливаете ее вот таким образом Под наклоном в какую-либо сторону Она начинает передавать гул на стекло От этого, соответственно, шумность работы ее возникает Второй недостаток Мне так и не получилось Не удалось раскачать волной свой аквариум В настройках я этого не смог добиться Может быть, я рукожоп А может быть, в принципе, этой помпой Тяжело раскачать аквариум Хотя СЛВшками мне это удавалось Если вы меня спросите Купил бы я себе такую помпу Я, наверное, отвечу, что нет Поскольку я не планирую прям плотно подсесть На, скажем так, на Родионы, на Гидро Либо на Вартек и Нейро То есть это одна экосистема Имеет смысл покупать такие помпы Когда ты планируешь купить и светильники Родионы И дозаторы, да, там всякие Версы И течение либо в Артеке Либо Нейро Вот когда ты юзаешь все через одно приложение У тебя одна экосистема Ты видишь, как у тебя настроен свет в этом приложении Ты видишь в этом же приложении, как настроено течение Как настроен дозатор Да, тогда это все интересно Но в отдельном экземпляре Эта помпа не произвела на меня вау-эффекта Что я хочу сказать Допустим, есть помпы, которые хуже по качеству Они быстрее засираются И мощность у них со временем падает Но они им в разы дешевле Лично я для себя понял, что в данный момент времени Вот такую помпу я бы себе не купил Хотя она очень крутая У нее классный поток У нее интересная система настройки Не надо танцевать вокруг нее с бубном Чтобы подключить ее к приложению Все довольно быстро и просто Но почему-то у меня нет вау-эффекта Если вам понравилась эта крутецкая помпа То вы знаете, где ее купить В магазине EcoRiff Ссылочку я оставлю в описании Ну что, друзья Я надеюсь, вам понравился этот видеоролик И он был чем-то для вас полезен Если да, то ставьте пальчики вверх Подписывайтесь на канал И оставляйте ваши комментарии Ну а мы, как обычно, увидимся в следующем видеоролике Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok